В понедельник в Брюсселе начался судебный процесс по делу о терактах в бельгийской столице. 22 марта 2016 года в международном аэропорту и на станции метро произошли нападения, в результате которых погибло 32 человека. Это было самое крупное кровопролитие такого рода со времен Второй мировой войны. Ожидается, что в ходе разбирательства, которое происходит в бывшей штаб-квартире НАТО, около тысячи гражданских лиц, жертв, потерпевших и их родственников приедут давать показания или слушать процесс. Среди них Лубна Селаси. Она рассказала Евронюс о своем настроении. Я под большим стрессом, очень волнуюсь о том, что будет происходить. Сегодня первый день и очень трудный день. Я колебалась до последнего момента, но сказала себе, что я должна присутствовать в суде в какой-то момент. Выступления свидетелей распланированы, так что посмотрим, как все пойдет. Я пришла сюда не одна. Когда тебя сопровождают близкие, это всегда легче. Другие люди, которых затронул теракт, хотят перевернуть эту мрачную страницу. Это, в частности, Сара Эсмаэль Фазаль, потерявшая сестру при взрыве в подземке. Она не рассчитывает на правосудие, даже если террористов ждет суровая кара. У меня нет к ним никакой ненависти. Я никого из них раньше не встречала. Если состоится очная ставка для меня, это ничего не будет значить. Я живу в мире с собой и, как я уже сказала, не испытываю ненависти к обвиняемым. Из десяти подсудимых девять должны находиться на скамье брюссельского суда. Вопрос в том, захотят ли они говорить во время слушаний. Один из адвокатов, Винсент Луркин, считает необходимым, чтобы каждый мог высказаться и чтобы прозвучали все мнения о происшедшем. Я верю, что главное здесь – выслушать гражданские стороны. Пусть пострадавшие расскажут о том, что им пришлось пережить. Это поможет создать более полную картину, чтобы в итоге свершилась правосудие. А нам, юристам, важно будет сказать тогда, у наших подзащитных было право хранить молчание, но им никто здесь не прикрывался. Мы должны разъяснять законы. Не только девять обвиняемых несут ответственность за то, что произошло. Согласно расписанию работы брюссельского суда, разбирательство по делу о терактах продлится от шести до восьми месяцев. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.